Белорусская гитара и кубинские маракасы. Душевные баллады и страстная сальса. Мы помянем эти волны, если мы придем домой. Письма из августа и без самым учо. Без самым, без самым учо. Хорошо. Вы должны это увидеть. Вполне. Я не завтракал. И попробовать. 100% так. Спасибо. Все за стол. Смотрите прямо сейчас. Привет, друзья. Если вы идете ночью к холодильнику за яблочком и незаметно съедаете котлету, да ну ее диету, давайте готовить вместе. Все за стол. Мы начинаем. Эх, как же хорошо собраться всей семьей за обеденным столом, пригласить друзей, приготовить что-нибудь вкусненькое. Это, наверное, самые теплые моменты, которые запоминаются у нас с детства. В нашей программе самые яркие люди нашей страны готовят для вас и делятся своими семейными рецептами. Итак, встречайте наших звездных гостей. Пара, которая много лет назад выступила на славянском базаре и осталась здесь навсегда. Встречайте Барбара и Эдуарда. Всем привет, друзья. Я думаю, нам будет очень весело. Вы любите готовить? Да, конечно. Готовы? Тогда встречаем нашу следующую звездную пару. Его голос звучал из всех радиоприемников нашей страны. В рассвету замечательного коллектива «Песняры». Он и сейчас поет. Встречайте, Валерий Скорожонок и его замечательная супруга Татьяна. Я рада вас приветствовать на нашей замечательной кухне. Как у любого шоу, у нас есть свои правила. Вам дается совершенно одинаковый набор из шести ингредиентов. Сегодня это... Картофель, капуста белокочанная, свинина, яблоки, чернослив и слоеное тесто. Вы посовещаетесь и придумайте, что вы приготовите. Но у нас есть такой еще момент. Если вам понадобится какой-то дополнительный ингредиент, вам его придется заслужить. Танец, песня, любое проявление семейного творчества. Поэтому я думаю, что правило понятно. Готовы? Начинаем готовить. Начали. Начали. Вот если бы так в каждом магазине за проявление семейного творчества товаривали, вот было бы здорово. Валерий, Татьяна, вы надумали, что будете готовить? Да, уже посмотрели на все, что у нас здесь за столе. Уже, в принципе, придумали. Ну, думаю, что мы, наверное, блюда три сделаем. Блюда три? Да. Из этих продуктов? Ну, будем стараться, да. Из всех, да. Я уже даже название придумал. Получится в дебютах? Да, он уже, Валерий Юрьевич, даже название придумал. Ой, здорово. Вы начинаете готовить, а я посмотрю, что происходит на кухне у наших замечательных просто. Да, так, значит, у нас здесь картошка. Вы, конечно же, уже пробовали не раз картошку. Любите картошку? Много, много. Но на Кубу тоже есть картошка. Ну, немного, но на Кубу только люди кушают картошку, но один раз, каждый год, один раз. Нет, как в Беларуси, это блюда, я думаю, картошка на Беларуси, это специальный блюда на Беларуси. На Беларуси, да, это наш, как бы, такой национальный продукт, да. На Кубу нет только картошка, другой вариант, картошка, банан большая, банан, нет фрукта. Другой вариант для банана, большая банан. А какое белорусское блюдо из картошки ваше любимое? У меня нравится драники. Да, я знаю, как сделать. А что вы сейчас начали готовить? Я хочу сделать одна вариант, так и так. Так чуть-чуть кубинский, так чуть-чуть белорусский. То есть блюдо у нас, друзья, будет кубинско-белорусское. За белорусские драники. Люди родину покидают, вот что значит белорусские драники. Тогда вы готовьте, а я посмотрю, что происходит на кухне здесь. Так, Валерий, а вообще кто в вашей семье готовит? Вы, Валерий, или Татьяна? А мы поровну. У нас мы поровну готовим. Я очень тоже люблю готовить, когда есть хорошие ингредиенты, есть вдохновение. Ну, чаще, конечно, Татьяна готовит. То есть такое совместное творчество семейное? Ну, у нас немножечко, знаете, как получается, я уроженка совершенно других мест. Я приехала из Кавказа. Да, поэтому я больше кавказские блюда, а Валера у нас белорусские национальные. Прекрасный костюм, который сейчас у вас, это вот что-то, да. Так вот, сочетание белорусских и кавказских блюд дает вот неплохой результат. У нас международный просто сегодня проект, мне кажется, получается замечательно. Кавказ, Беларусь. Значит, сейчас вы мясо режете для чего? Для того, чтобы... Для жаркова. Ага, это будет жаркое. Жаркое называется белорусский гурман. Белорусский гурман. Да, потому что... Почему белорусы? Белорусы все равно мясо с картошкой едят, вопреки всем этим самым советам врачей и тому подобное. Ну, а тут еще будет... Почему гурман? Черносливчик добавляться будет. Для пикантности, поэтому блюдо называется белорусский гурман. Что вам нужно? Так, нет, мне нужен сахарок, сейчас я сахарок пойду возьму, да. Сахарок, вот соль, есть специи. Сейчас мы посмотрим, если что, придется сахар зарабатывать, наверное. Или здесь... А, вот у нас есть сахар, вот он сахар. Так, нет, сахар у нас, поскольку это такое... Это бесплатно, без проблем. Да, это бесплатно. Это бесплатно. Так, ух, у нас тоже пошло... Пошло в ход мясо. На кубе сахар бесплатно, да? Да. Это точно. Крестниковый. Ох, уже, я смотрю, у нас уже варится капуста. Варится капуста. Да, 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 варится капуста. Для чего? То есть это... Что будет в итоге? То есть какое блюдо? Это как на кубе. Ага. Вот это как на кубе. Как на кубе, да? То есть это блюдо на кубе. Да, я поняла. То есть это для кубинского блюда, которое... Сейчас пикнаксо минуту... Она должна как тушиться, вариться. Да, да. Я поняла. А потом... Лук, чеснок. А, лук, да. То есть чеснок добавить. Ты посмотри потом. Эдуарда, вы очень хорошо готовите блины. Она все слушает. Я слушала, да. Ну, это очень интересно. У нас есть подруга, которого мы очень любим. Она живет в Слуцке. В Слуцке. Это блины, но я видел, блины, они растут. Когда она сделает... Пышные становятся. Да. Растут, да? Да. Нет, спросит она, как эта ресета. Я только видел, как ты слушаешь меня. Ага, я видела. И еду дома, и говорю, Барбара, я сделаю это блины. И, Барбара, спросит, ты знаешь ресеты? Я говорю, нет. Я видел Анну. И я знаю. Наверное, соды добавляют, а блины не растут. Еду дома, но вода, мука, иксу, так-так-так-так-так-так. Когда я сделаю это блины, они растут. Я говорю, почему? Что это? Я еще раз сделаю, я в плохом настроении. Я еду дома, Ле Анна, в кухне блины, я не могу. В третий раз я перезвоню Анне. Анна, что, какое проблема, Эдуардо? Я говорю, Анна, я сделаю блины, как ты, но не растут. Анна, спросит, Эдуардо, какой ресета ты сделаешь? Три иксу, сахар, соль, так-так-так-так. И Анна, вливайся, а-а-а, Эдуардо, надо чуть-чуть уксус и сода. Уксус и сода? И сода. И потом она растут. И я говорю, окей, я попробую, потом блины, вау, спектакулярно, супер. Супер. Друзья, уксус и сода, ваши блины, и они вырастут, такие, как у Эдуардо. Ну что, ух, здорово, какая красота у нас получается, что-то из теста. Это будут конвертики, сладкие конвертики с яблоками. И Валерьевич название придумал. Письма из августа. Письма из августа. В августе поспевают яблоки, вот эти письма. Расскажите, у вас, вы как-то просто замечательно готовили пельмени, история. А, ну, так у нас это самое, был такой момент, когда не было кастрюльки, а есть хотелось очень. Ну, говорит, Соколь на выдумке хитра. Я открутил в гостинице, в коридоре такой громоздкий плафон на лампочке висел. Я его открутил, вымыл хорошенько. Мы туда забросили пельмени и капительником варили. Ну, в плафоне это ладно. Мне Владимир Георгиевич Мулявин рассказывал, что когда они только начинали работать с ансамблем песняры, первый барабанщик, его уже, к сожалению, нет в живых, Александр Демешко, он пельмени готовил в Беде. Там же целый коллектив был, поэтому там надо было накормить. Я не удивился бы, если бы даже в ванне готовили бы что-нибудь. Я хотела вот у вас узнать, скажите, а вам нужен какой-то дополнительный ингредиент? Да, нужен будет. Но вы же знаете, что его надо будет вам заслужить, как-то заработать. Да я понял. Я думал, тут покушать пригласили, а надо опять петь. Да, надо петь обязательно. Что делать? Рояль в кустах? Да, рояль в кустах, то есть гитара на месте. Потом мы покажем международный проект. Так, значит, Валерий Скорожонок зарабатывает дополнительный ингредиент. Наша гастрольная песня, которую мы любили, это не из репертуара ансамбля «Песняры», а это песня Андрея Макаревича из фильма «Пятнадцатилетний капитан». По морям, по всем на свете, ветер нас носил шальной. Мы помянем этот ветер, если мы придем домой. Путь домой, путь домой, если мы придем домой. Белый парус с ветром полный, крыша нам над головой. Мы помянем эти волны, если мы придем домой. Путь домой, путь домой, если мы придем домой. Мы помянем эти волны, если мы придем домой. Мы придем, но день настанет, тесен станет дом родной. В море нас опять поманит, если мы придем домой. Путь домой, путь домой, если мы придем домой. В море нас опять поманит, если мы придем домой. Мы просили работу, три куплета, три куплета, все правильно. Все честно, все честно заработаны. Это супер, они живут здесь, на Минск, придем домой, быстро, я улетаю. Вы улетаете, вы улетаете на Кубу вновь? Да, Куба далеко. Да, Куба рядом. Рядом. Прекрасная песня о доме, о семье. И что еще раз и еще раз говорит о том, что надо почаще собираться дома. Я сделаю сейчас, это десерт. Десерт? Десерт, да, десерт. Яблоко, тесто, очень интересно, потому что это очень вкусный десерт. Десерт. На Кубу нет яблока. Ах, да? Нет, яблока мало, понимаешь? Мало. Только магазин, но на Кубу фрукт. Он не растет, да. Фрукт не растет, фрукт, яблоко. Ананас, яблоко. Да, конечно, тропические, да, да, да. Эдуарда, что вам еще понадобится к вашему десерту? Ну, значит, десерты, но еще можно яйца. Есть? Да, есть. Но их надо заработать. Сколько? Петь? Нет, нисколько. Нет, нет, нисколько. У нас валюта другая. У нас песня, танец, приседания, частушка, маракасы, гитара. Это, конечно, изюм тоже. Изюм, хорошо. Тогда, пожалуйста, пойте яйца, и изюм будет вашим. Ну, хорошо, окей. Какой? Я! Давай. Vamos cantar. Quizás, quizás. Quizás. Quizás, 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 y así pasan los días, y yo, yo contestando, y tú, tú preguntando, quizás, 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 y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo, yo contestando, y tú, tú preguntando, Quizás, 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 quizás. Каждый день. Это мало. Походной можно, ночью. Походной можно, можно. Пьедерий. Что-то слабо греется. Пьедерий. Валерий. Валерий. Да-да-да. Не всегда нет концерта, но... Я слушаю его. В концерте, да? Нет. Не каждый день, но часто. Нет, нет, нет. Это супер Барбара. Когда мы концерты, и она не телевиден, он не играет пьедерий. Надо танцевать, и мы поедем в другой концерте. Конечно. Окей, супер. Договорились. Вращение международного творчества. Да. А давайте попробуйте. Давайте попробуйте. Давайте попробуйте. Я дитрарую. Бесаму мучу. Давай. Давай. Да-да, давай. Бесаму мучу, знаешь. Украинская народная песня писала мучаюсь. Вы знаете, это мысами целую. Бесаму. Бесаму. Целую. Целую. И много, много, много. Молодцы! Мурашки, мурашки похожи. Смотрите только, чтобы у нас ничего не пригорело, пока мы здесь поем. Мы действительно увлеклись. Но, друзья, я же совсем забыла с этими песнями еще кое-что вам рассказать. В конце нашей программы у нас появится Артем Ракетский. Это один из лучших шеф-поваров нашей страны. И он, продегустировав блюда наших звездных гостей, скажет, чем же их можно еще украсить или добавить какой-нибудь кубинской перчинки или белорусского, может быть, сальса. Ну, в общем, посмотрим, что он скажет нам еще. У вас супруга из такого замечательного края. Я слышала, что она замечательно просто готовит шашлыки. Да, Татьяна. Совершенно верно. Валерий признался в этом. Даже этот секрет выдал. Да, выдал. Знаете, здесь, конечно, да, на Беларуси этого не делают, но на Кавказе это очень распространено, причем абсолютно у всех народов Кавказа. Там много национальное. Поэтому на Кавказе шашлык – это основа. Но у каждого народа он готовится по-своему. Хотя будет расстояние, знаете, как 100 километров от города к городу, но здесь будет один шашлык, здесь будет другой шашлык, потому что это уже как национально здесь, здесь. И поэтому я привезла сюда рецепт, который, в принципе, уже приживается. Здесь в Беларуси я уже с многими делюсь и поделюсь абсолютно со всеми вами. Шашлык этот из печени. В печенке берется только говяжья. Мы ее режем на маленькие порционные кусочки. Ну, кусочки будем говорить где-то, ну, вот такие вот. Вот такие вот кусочки, вот такие кусочки мы делаем. Записывайте, друзья, рецепт. На кусочки режем, солим, перчим и оставляем буквально, ну, на полчаса. Теперь мы готовим следующий ингредиент нашего шашлыка из печени. Берется внутренний жир. Ну, мы называем на Кавказе внутренний жир. Здесь на Беларуси называется… В Беларуси это называют «здор». На Кавказе берется баранье, здесь баранье нет. Берем свиной. Вот что мы делаем. Берем этот «здор», мы его расправляем и режем также на кусочки. Потом берем каждый кусочек. На шпажку одеваем, печеночки, все это одеваем на шпажку. Все это заворачиваем в этот «здор». И буквально оно у нас, ну, может быть, минут 15-20, это перед жарением, перед самым делом. Потом мы что берем? Потом мы просто крадем их наш на сетку и на сетке жарим. Диетический. Да, далеко усваиваемый. Да, далеко усваиваемый. Да. Да, да, да. У нас гости, здравствуйте. Вы к нам, здравствуйте. Гости, соседи, привет. Привет, привет. Мы о шашлыках вы одни. Мне нужно сахар есть. Сахар, с превеликим удовольствием. Да, конечно, с превеликим удовольствием. Это как на Кубу, это как на Кубу. Ты знаешь. На Кубу, на Кубу, на Кубу, соседи. Барбара, у нас то же самое. Все люди на Кубу. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Так и так. Барбара, как ты? Это окна. Потому что я приходит. Надо себе постучаться. На двери, Барбара. Надо постучаться. Это как на Кубу. Это как на Кубу. Это как на Кубу. Барбара. Это как на Кубу. У нас в Беларуси тоже, когда кто-то в гостях, то соседи приходят что-то одолжить. Да. Это то же самое. Мы живем в деревне Слюски. И у меня нравится деревня, потому что это как на Кубу. Соседи, гости. Как дела, Эдуардо. И сделаем много банк. Огурсы, помидор. Мы с вами похожи. Мы тоже живем в деревне. Тоже? В Витебской области мы тоже живем в деревне. Каждое утро соседи, соседи приходят в меня в дом. И говорят. Эдуардо, Барбара, это на Кубу. Как дела? Сегодня ты сделай кофе. Кафе, кофе. Да, да, я сделаю. Пожалуйста, я шу-шу-шу-шу. И мы отдаем кофе. На момент. Барбара, ты яйца. Яйца. Пожалуйста, я шу и мы. Это очень хорошо. Спасибо, соседи. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Валерий и Татьяна, вы тоже, да? Вы живете в деревне? Да, да, да. Это мы называем своей маленькой Швейцарией. Ушачский район. Ушач, конечно. Ушачский район, ведь в берегу области. Мы прямо на берегу озера живем. 30 метров от нас сразу, от порога озера и лес девственный. Грибы, ягоды, рыбалка, милости прошу гостей. Поэтому у нас сегодня такие замечательные гости, потому что они живут в деревне и питаются настоящими, самыми простыми деревенскими продуктами. Поэтому они такие же... Которые приносят соседи, да? Такие же радостные и такие позитивные. Ух, какая красота! Это корица, сахар. Корица, сахар, яблочко. 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 Яблочко и тесто слоеное. Да, сейчас открыто. Да, мы закрываем. Потом яйца. Так, так, и потом на духовку. Ух, здорово! Это 180 градусов. 180 градусов, да. Да, духовка. Ну, наверное, на 15-17 минут. На 15-17 минут. И готовы. Супер. А что у нас здесь? Значит, здесь у нас варится, тушится в такой... Не очень много воды. Капуста. Мы слили воду, да, из капусты и добавляем что? А потом? Лук. И чеснок. И добавляем туда лук с чесноком. Да, лук с чесноком. И все это перемешиваем. Хорошо. Сейчас я к вам вернусь. Так. В духовке уже просто практически мне кажется... Куколка? Нет, там еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще немножечко будет. Значит, а здесь у нас уже жарится мясо, в которое мы что-то добавили. Какие-то специи мы туда добавляли? Добавляли. Да, мы вот специи. Пока-пока только добавили. Сколько добавили. Потом лук добавляется. Обжарится. Вместе потом лучок добавится. С лучком обжарим. Потом мы его перекладываем в кастрюльку. Туда картошечку. Немножко водички начинаем тушить. Лавровый листик. Туда зелени. Туда пойдет чесночок. И уже в самом-самом конце добавим... Ну, буквально останется минут 3-4 минуты. Добавим уже тогда чернослив, чтобы он дал свой вкус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, мы уже в мясо добавили картошечку. Картошку, да. Да. И лук. Люк, да. Картошку мы кубиками. А вот скажи, а почему мы именно кубиками, а не соломкой? Барбара, может быть, то есть соломкой? Не понял. Ну, сложно. Не надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как пахнет! Как запахнет! Очень вкусно пахнет! Да, уже вкусно! А у Эдуарда какие получаются замечательные конвертики! Это красиво, потому что это очень важно, когда готова на кухне. Надо декоратив очень-очень вкусно. И потом, когда ты видел, ну, другое блюдо, и ты видел декоратив красиво, вот здесь. О, кухня. Да. Потому что на кухне приходит на глаза. Самое главное – увидеть красивое блюдо. А потом его съесть. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как соседы? Все хорошо? Хорошо. Отлично. Я к вам. Пойдемте, я к вам в гости пойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Извините, люди добрые, у вас сахарку можно взять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорят, на кубе сахара очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, сахар, сахар. А, сахар? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит, на кубе очень сахара много. Дайте сахар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, спасибо, люди добрые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вот самое интересное, я с детства, с детства, у меня куба ассоциируется, это много-много фруктов, разные, сочные, вкусные. А потом, когда стала постарше, я кофеман. Кофе. Кофе. Арома кофе. Все. Ай, ой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открывай духовочку, сейчас посмотрим, что там у нас. Ну-ка. Ага. Красота какая. Разрешите, теперь я достану. Лис, ваш выход, сударыня. Спасибо, спасибо, сударь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пам-пам-пам-пам-пам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-пам-падам-пам-пам-пам. Да, красота. А, ага, ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соседка говорит, Фима, вы хотите вчерашний борщ? Конечно хочу, тогда приходите завтра. Друзья, как мне не грустно это сообщить, но я вынуждена пригласить сюда шеф-повара, чтобы он это все съел. Нет, не съел, а продегустировал. Итак, Артем Ракетский, за стол! Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Сегодня царила вообще, наверное, невероятная атмосфера здесь, да, то есть я прям, ну, душа радовалась просто, потому что я сам иногда, когда готовлю, пою в ресторане, потому что вся любовь, весь позитив, он 100% передается в продукт. И просто невероятная атмосфера, да, я подчеркну, наверное, эти слова. Но какие-то моменты, да, то есть я бы все-таки подчеркнул бы. Да, конечно. А, например, готовилось жаркое, да, то есть я бы мясо перед тем, как жарить, хорошенько бы раскалил сковородку, так, чтобы она прям, ну, большой-большой температуры, и потом уже мясо обжаривал, чтобы оно было с легкой корочкой, а в дальнейшем уже готовил бы жаркое. Дело в том, что мы ошиблись с комфоркой, и она не очень с накалом была в последнее время. Но она будет потушенная, но нежная будет. Но мы дадим, мы дадим совет, совет, совет дадим. Нет, вы знаете, когда говорит профессионал, он уже прислушался, потому что всегда, когда ты дома, понятно, мы готовим каждый по-домашнему, по-своему, но когда профессионал делает свои пометки, это уже мы наматываем себе, чтобы в следующий раз нам даже дома мы так раз могли бы кому-нибудь замечание дать, а вы знаете, а вот нам, вот мы, да. А может, мы специально сделали, чтобы нас пригласили в следующую передачу, и мы дожарим. Да, да, да. Меня, с вашей стороны, очень, наверное, удивило, что вы, когда приготовили капусту, вы туда добавили прям сырой лук и чеснок, но это надо пробовать. Для меня это было, на самом деле, небольшим, не то что соком, а очень интересно, да, то есть я обычно первичную подготовку этого продукта провожу, а потом уже соединяют остальные ингредиенты. Ну, здесь как-то интересно. Но надо пробовать, да, чтобы понять, на самом деле, насколько... Да, конечно, сейчас время будет ненавидеть. Сколько, не говори, сахар во рту, что вообще не встанет. А как называется это блюдо? Это у нас... Кубалибри. Кубалибри. Кубалибри, да, вот. Кубалибри, как вам? Мне кажется, он и придал акцент именно сырой лук и чесноком этому блюду. Ну, здорово. Кубалибри, капуста 300 граммов, лук 2 штуки, чеснок 3 зубчика, свинина 400 граммов, яблоко 1 штука, зелень, изюм 100 граммов. Капусту нашинковать и варить 15 минут, слить воду, добавить сырые и измельченные лук и чеснок, отдельно пожарить мясо, добавить к мясу картофель кубиком, пластинки яблока, лук, чеснок и изюм протушить в течение 20 минут. Я смотрю, у нас, как и в Беларуси, очень богатые блюда у вас получаются тоже. Ну, я имею в виду по весовой категории. А это как называется? Это смесь Кубалибри. Это все Кубалибри. Это наша семья. Комплекс Кубалибри. Комплекс Кубалибри. Очень вкусно. Да, спасибо. Очень вкусно. Спасибо. А это вообще произведение искусства? Десерт. Это какой-то штрудель, наверное. Или что это? Штрудель. Это бессамамучо. Это бессамамучо. Я понял. Это бессамамучо. Штрудель по-кубински. Это эротика блюда. Эротическое блюда. Бессамамучо. Бессамамучо. Да. 100% так. Молодец. Спасибо. Спасибо. А, я на следующий раз у меня дома. Да. Десерт бессамамучо. Слоеное тесто 500 граммов, сахар 100 граммов. Яблоко 2 штуки, корица 1 чайная ложка, яйцо 1 штука. Яблоки измельчить, смешать с сахаром и корицей. Выложить смесь в тесто, запечатать и смазать яйцом. Отправить в духовой шкаф на 25 минут при температуре 180 градусов. Подавать, украсив черносливом. Ну, а на вопрос, на вопрос. Если я плохо голый, наверное, я работаю в ресторане? С 100%. Можно? Конечно, конечно. Спасибо. Все, возьмем, возьмем обязательно. Хорошо. Потому что я уже говорю. Браво, браво! Спасибо. Браво! Спасибо вам, Белая. Так, продолжаем. А это у нас? Салат Транзит. Это салат Транзит. Да. Где очень много... Транзит через какую страну? А? Транзит через какую страну? Через желудок. Классный баланс специй и вот этой зелени, да? То есть, которая, вот как я уже сказал, да, настолько открывает ярко вкус простой, совершенно простой капусты, да? Ну, замечательно. Салат Транзит. Капуста 400 граммов, соль, чеснок, масло растительное, уксус, зелень любую. Нашинковать капусту, посолить, добавить уксус и отжать. Добавить измельченную зелень, заправить растительным маслом. Картошечка в мундирах хороша под эту капусту. Здесь все серьезно. Да, это белорусский гурман блюдо называется. Белорусский гурман. Очень красиво оформлено, очень красочно. С черносливом. Мясо удалось. И чернослив? Да. Почему гурман тут? Дает пикантный чернослив, потому что мясо с картошкой белорусской все едят. А тут чернослив. Изюминка такая, да. Фишечка. Фишечка. Здорово, я обязательно возьму себе на вооружение. Жаркое белорусский гурман. Картофель 6 штук. Свинина 400 граммов. Чернослив 80 граммов. Лук 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Специи, соль, лавровый лист. Мясо нарезать кубиком и обжарить с луком и чесноком. Картофель нарезать крупным кубиком. Отправить в кастрюлю вместе с мясом и тушить до готовности картофеля. Добавить специи, соль, лавровый лист. За 3 минуты до готовности добавить чернослив. Так, ну здесь у нас вау. Это письма Августа. Письма Августа. В августе спеют яблоки. Ага. И вот он. Начнем, наверное, с открытого. Ну, можно мальчик-девочка назвать. Девочка-открытая декольте. Обратите внимание, для пробы яблочко печёное. У вас прямо какие-то названия очень. Да, да. Такие подходящие. Да, да, да. Не хватает немножечко афродизиаков. А так что в порядке? Афродизиак, да? Да. Это яблоко Адам и Еба. Да, 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 да. Это яблоко Адам и Еба. Яблоко греха. Прелестно, прелестно. И замечательная компания, замечательные блюда. Десерт «Письма из августа». Десерт «Письма из августа». Встречаемся через неделю на «Беларуси-1». Все за стол! Сейчас куша, куша, куша. Сейчас куша, куша. По луне. Я не завтракал. Вкусно. Няша вкусно. Куша вкусно.